Гаджимран Зайербекович, добрый день. Сегодня у нас большое интервью, которое, условно говоря, сопровождает и где-то даже подытоживает предвыборный период. Мы, наверное, должны осознать, что произошло в республике в последние дни, в последние недели и в последние пару месяцев перед выборами, понять, куда мы идем. Ну и, собственно, к вам действительно очень много вопросов, так что давайте начнем. Добрый день, давайте начнем. Первый вопрос у меня следующий. Насколько Россия уже подошла к рубежу какой-то токсикации теми поддельными и ненастоящими выборами, которые мы наблюдаем последние 30 лет в стране. С разной степенью интенсивностью 30 лет выборы фальсифицировались в России и насколько это уже достигло какой-то предельной отметки, результат, итог вот этой фальсификации. Потому что мы видим, кто сидит зачастую, кто попадает в парламент, например, через партию «Единая Россия». Какие персонажи, какие токсичные фигуры. Мы видим, какие решения в основном принимаются при подавляющем участии партии «Единая Россия» в парламенте. Насколько Россия уже готова отказаться от этого всего, как вы считаете, и насколько это сработает в предстоящих выборах? Ну, по предстоящим выборам мы будем судить по результатам выборов. Но вместе с тем, мне хотелось бы сказать от себя, что я впервые избирался в Государственную Думу в 99-м году. И, естественно, могу делать выводы за прошедшие более чем 20 лет и сказать, что у меня самого была надежда, что все-таки появился новый лидер, новая система, и мы будем строить цивилизованное, демократическое государство. Но ситуация, она, конечно, думаю, где-то после Четвертой Думы ушла по кривой в обратную сторону. Конечно, фальсификация на выборах или фальшивые выборы. Ни одному государству, я думаю, в истории человечества не удавалось строить цивилизованное государство, фальсифицируя выборы или строя, значит, саму государственную идеологию на фальши, лжи, адмани. Безусловно, и мы не сможем преодолеть этот барьер, какими бы мы богатыми не были, сколько бы в России не было сырья или сырьевых ресурсов. Поэтому я думаю, что телегу надо было разворачивать еще в 2016 году. Но есть надежда, что и сейчас руководство страны понимает эту ситуацию и пытается предпринимать какие-то действия. Те же камеры на избирательных участках, ужесточение, значит, проведение самих выборов. С другой стороны, три дня голосования, и когда тотальный контроль над выборами административного ресурса, а они владеют стопроцентным пакетом акций «Единая Россия», соответственно, очень сложная задача предстоит перед оппозиционными партиями, в данном случае перед партией «Справедливая Россия» предстоит очень сложная задача защитить голоса на избирательных участках. Конечно, эта модель, она не принесет в целом России, Российской Федерации никаких дивидендов. Надо обновляться, очищаться и строить цивилизованное демократическое государство с рыночной экономикой. Складывается ситуация, что партия «Справедливая Россия», которую вы представляете, и от имени которой вы представляете интересы башкирского народа в парламенте России, именно эта партия неожиданно стала оппонентом и, пожалуй, единственным оппонентом «Единой России» в Башкортостане. На мой взгляд, эта ситуация беспрецедентная. Никогда так не было. Всегда была какая-то размытая конкуренция. Сейчас мы видим очень четко сформулированные два полюса – это «Единая Россия» и «Справедливая Россия» в республике Башкортостан. Ну и в связи с чем вопрос, почему так получилось? Ну и насколько это объективная ситуация, насколько это объективный процесс? Это более чем объективный процесс и объективная ситуация. Более того, я скажу, что для меня это не было самой целью. Я работал пять лет в Государственной Думе, представляя интересы своих избирателей. Я хочу напомнить вашим слушателям, что меня избирали. Я не конъюнктурный депутат. Я относительно независимый депутат и представлял интересы своих избирателей. И собираюсь это делать. Либо я отказываюсь от этого мандата конъюнктурного. Оказали доверие, избрали, значит, представляю интересы своих избирателей. Мне важен был диалог с местной властью и решение накопившихся за многие годы социально-экономических проблем жителей республики. Но при Хамитове ситуация была немножко сложной, неподвижной. То есть команда, она была неподвижной, я бы сказал. Или тяжелой на подъем. Но, тем не менее, удавалось раскачивать ситуацию в решении тех или иных проблем. Добиваться решения этих проблем. При нынешней власти, ну, мы смену власти восприняли как бы на ура. То есть новое веяние, значит, молодой эффективный лидер, новые ожидания. И думали влиться в эту команду и эффективно работать, и помогать для решения тех же самых проблем. Но не тут-то было. У нас ничего не получилось. Действительно, вы принимали участие в избирательной кампании в Государственную Думу в 2016 году. Победили и стали депутатом от Башкортостана в Государственной Думе. И теперь вы участвуете тоже от Башкортостана в избирательной кампании в следующую итерацию Государственной Думы. Пожалуй, что вы вправе и в состоянии сравнить ситуацию. Потому что 2016 год это был Хамитов. 2021 год это уже Хабиров. Как, на ваш взгляд, различаются и чем различаются вот эти подходы властей? Ситуация в Республике и вообще вот эти две избирательные кампании. Это уникальная ситуация, когда вы можете сравнивать эти кампании, не будучи, условно говоря, аффилированным кандидатом от властей. И в том случае, и в этом случае вы ощущаете серьезное противодействие властей для избрания в Государственную Думу. То есть вы находитесь в аналогичной ситуации, но при разных администрациях. Вот как вы считаете, каковы совпадения, каковы различия между ситуациями этих двух избирательных кампаний? 2016 год, да, тоже слово «ничего не дадим». Оно было для меня знакомо. Мы вам ничего не дадим. Как будто мы у них что-то просили. Значит, мы отстаивали интересы жителей Республики, получили доверие. И пять лет я отработал сполна это доверие. И в любом статусе буду это делать и дальше. Какой бы статус у меня не был, я буду отстаивать интересы жителей Республики Башкортостан. И вот 2021 год, что теперь? 2021 год, еще более такие то ли громкие, то ли писклявые отклики со стороны белого или серого. Говорят, называют его белым. Мне он кажется каким-то сероватым домом, с непонятными помыслами. Я не могу понять, там отстаивают или собираются отстаивать интересы Республики, или не собираются. Или это государственное заведение, или это частное заведение. Я еще пока до конца это не осознал. С кем взаимодействовать в интересах, опять же, Республики? Я не могу сегодня за пять лет назвать ни одну фамилию, ни одного чиновника, с кем можно взаимодействовать в интересах Республики. Ни одного, ни в одной структуре не могу. Пока начинаешь с одним говорить, его снимают, там появляется другое. Пока с другим начинаешь говорить, там появляется третий. Я так и не смог сориентироваться, с кем там можно говорить в интересах Республики. Такое впечатление, что это больше похоже на Министерство культуры. Там пляшут, поют концерты. Я понимаю, развлечения, они тоже имеют место быть, дают позитивные эмоции. Но эффективности я не вижу. А что касается выборов, я думаю, чем больше они говорят, не пустим, не дадим, либо эти люди не учились в школе, не получили высшего образования. То я родился не там, то приехал не с того региона и не устраиваю какого-то чиновника. Почему, собственно говоря, я должен устраивать какого-то чиновника? Я и не собираюсь и дальше устраивать какого-то чиновника. Я не представляю интересы чиновников, не представлял и по своим человеческим убеждениям, откуда бы меня, куда бы не избрали, не собираюсь этого делать. Эффективность – да, решение социально-экономических проблем – да, а чьи-то личные интересы и преследование этих интересов – это как бы не входит в мои жизненные правила и жизненные амбиции. Но отклик по поводу того, что мы не дадим, я хочу ответить этим людям, пользуясь случаем. Не часто в мою сторону, в республике Башкортостан смотрит камера. Мы не очень интересны, и я как депутат был интересен на протяжении пяти лет телевидению государственному башкирскому или прессе башкирской. То есть, если ты говоришь об интересах жителей республики, в лучшем случае ты мог бы заплатить денег за то, чтобы ты что-то сказал полезное и позитивное для жителей республики. В 2016 году тоже сказали, мы вас не пустим, не дадим, но это звучало не так цинично и не по-хамски, и более интеллигентно, я так скажу. Выборы показали, мы могли взять и гораздо больше голосов на выборах в 2016 году, чем нам оставили, так скажу. А в 2021 год здесь и цинизм, и хамство, и какая-то грязь, значит, там какой-то Техас, значит, ну, мне даже неприятно самому обсуждать эту тему, да. Но хочу сказать, что мы, я хочу ответить, пользуясь случаем, не так часто, значит, лидеру оппозиционной партии или депутату Государственной Думы удается попасть в республики Башкортостан, значит, на телевидение или предстать перед камерой. Причины, они, я думаю, всем понятны, но пользуясь случаем, хочу сказать, что мы этим людям, какие бы они важные ни были, самодостаточные, значит, гордые, мы им не позволим фальсифицировать выборы. Будем контролировать от начала до конца ход избирательной кампании. Для этого и мною, и руководством партии сделано многое, да, и приедет достаточное количество с регионов России и с Москвы и адвокатов, и юристов, и специалистов, и политтехнологов, которые будут наблюдать за всем этим процессом. И каждый факт, по сути, уголовного преступления, а это уголовное преступление, да, фальсификация выборов, подлог документов, это уголовные статьи. И пользуясь случаем, я бы хотел даже предупредить, довести до наших любимых, всеми уважаемых учителей школ, директоров школ, заучей, представителей образования, главы администрации городов и районов. Когда вы получите эти инструкции, кому сколько дать, вы должны помнить одно, что когда вас поймают с поличной, те, кто дал вам инструкции, они в тот же час, в ту же минуту от вас отвернутся. То есть от них никакой помощи вы не дождетесь. И никто из них не согласится сказать, что да, не возьмет на себя смелость. Они смелые, пока сидят в этих пушистых кабинетах, да, не возьмет смелость сказать, да, эта инструкция моя, я ее отправил, и я готов нести уголовную ответственность вместо этого учителя или там главы администрации района, города или села. Не будет такого, это я вам гарантирую. 19 сентября у нас на носу. На что вы рассчитываете по итогам этих выборов, ну, с учетом всех вот этих перипетий, с учетом всех вот этих сложностей и баталий, что вы рассчитываете получить на выходе, уже в таком абсолютном выражении, какие результаты партии «Справедливая Россия» собирается получить в Башкортостане, в этом регионе, в результате этих выборов? Мы рассчитываем на уверенную победу, голоса у нас есть, мы это видим, мы это чувствуем, мы ведем аналитику постоянно, причем в разных районах. Статистика меняется, вот, допустим, после партийной конференции, значит, результаты наши гораздо стали выше и выросли, в разы причем, да, когда все-таки люди узнали, что я взял контроль над партийной организацией, то есть желающих поддержать нашу партию и наших кандидатов, значительно выросло. Ну и мы, соответственно, чувствуя своего избирателя, мы дальше ведем эту деятельность и будем ее вести до последнего дня голосования. Мы, зная ситуацию, анализируя ситуацию, ведя аналитику, знаем, что у нас есть сегодня мандаты и в Горсовет, и в Государственную Думу, и не один мандат. Другой вопрос, нам теперь нужно защитить наши голоса, отстоять эти голоса, и вот над этим мы сейчас работаем. Естественно, при поддержке населения мы собираемся получить неплохой результат на этих выборах, и тут же мы будем готовиться к следующим выборам уже в республиканский парламент, Курултай, а там мы собираемся получить не меньше половины мандатов. Я не припоминаю подобных амбиций со стороны партии, кроме партии «Единая Россия», которая их тиражирует из года в год. Соответственно, пожелаем вам удачи и будем рассчитывать на то, что они сбудутся 19 сентября. Я уверен в этом, и я уверен, что мы и в будущем свои обязательства выполним перед избирателями, и это нам дает право, это же не пустые анализы и расчеты, это исходя из мнений и желаний избирателей. Наша задача – отстаивать интересы наших избирателей. Наша задача – отстаивать интересы наших избирателей. Со стороны действий «Единой России» это отрицательно, это, по сути, правовую основу даже она не имеет. А с другой стороны, я за то, чтобы ежемесячно выделялись эти ресурсы пенсионерам и военным, и другим специальностям, кто работает или кто не может трудоустроиться. Им добавляли дополнительно к заработной плате пенсии ежемесячно, а не под выборы, не под шумок, не из-за угла и какими-то, может быть, даже и не совсем законными действиями. Это нужно легализовать. В России есть деньги, нужно эффективно их использовать и поддерживать сегодня население. Тем более, в достаточно сложное экономическое время, когда инфляция растет, и проблемы у людей накопилось, да и пандемия дала о себе знать, да и спад экономики. И я понимаю, что наш избиратель, он достаточно разумно подойдет к этой ситуации. Деньги надо брать, а голосовать за справедливость. Гаджимурад Зербекч, у нас в Башкирии есть одна уникальная проблема, пожалуй, что, ну, уникальная по масштабам. Это проблема отопления. Башкортостан практикует самый высокий тариф на отопление для населения. Самый высокий в России. Многие северные города имеют меньший тариф, чем мы здесь в Башкирии. Эта тема обсуждается, и она очень болезненная. На эту тему много было конфликтов и даже публичных мероприятий. И до сих пор проблема не решена. Вот как, на ваш взгляд, разрешима ли эта проблема, вот этого высочайшего тарифа на отопление в Башкирии, и каким образом ее нужно разрешать? Ну, проблем в Башкирии много. Она одна из, я бы сказал, ключевых проблем. Она мне знакома. Я неоднократно встречался с людьми в разных населенных пунктах, городах. И я сожалею, что подобная проблема по сей день не решена, и она существует. Здесь власть проявила безразличие к жителям республики, и, соответственно, жители сами и их представители не защитили интересы жителей республики в решении данных проблем. А это нужно, зима, она приходит очень быстро, она на носу, да, нужно решать эти проблемы. И я думаю, что здесь есть два пути решения этой проблемы. Первое, это прийти 19-го числа и проголосовать по справедливости за тех, кто поддерживает сегодня избирателей и будет решать социально-экономические проблемы региона. Либо второй путь, это прийти к Серому дому с граблями и отстаивать свои интересы. Это позорное явление, то, что в республике такие тарифы для жителей, где слабая, по сути дела, неэффективная экономика, достаточно большое количество пенсионеров, которые получают 10-12 тысяч, и не в состоянии оплачивать эти тарифы. Поэтому мне даже стыдно говорить на эту тему. Как человеку, который уже много лет участвует в жизни республики, который застал смену властей в республике, и как депутата Государственной Думы, представляющему интересы жителей республики Башкортостан, я задам вам такой непростой вопрос. Как вы оцениваете эффективность нынешней власти в республике Башкортостан? Насколько она рационально и разумно использует возможности, и насколько она эффективно борется с вызовами сегодняшнего дня? Какова ваша оценка действий команды Хабирова? Что касается части культуры и пиара, высоко оцениваю. Пляшем и поем, а перед выборами так вообще активно поем и пляшем. Пиар на высочайшем уровне, я бы сказал. Любой голливудский актер позавидует, как себя позиционирует команда. А что касается эффективности, оцениваю крайне отрицательно. И я имею право и как действующий депутат оценивать, и как человек, имеющий колоссальный опыт и знания в области экономики, что огромный мощный потенциал республики практически не востребован и не используется. Народ уезжает с республики, с прекрасного региона в поисках лучшей доли в жизни, в поисках работы. Это неправильно. И при Хамитове это было, но была стагнация. А сейчас, собственно говоря, видишь какие-то федеральные проекты за счет федерального бюджета, но просто ужасают иногда некоторые объекты, как просто закапывают и воруют деньги. Вот, к примеру, хочу сказать о Советской площади, где находится и моя общественная приемная, мимо которой тяжело проходить. Вот смотришь на эту площадь и как там закапывают эти деньги, сердце кровью обливается. Но более бездарного проекта, чем реализуется на Советской площади, я побывал во многих странах мира, и африканских в том числе, но такого не видел. И таких проектов, к сожалению, большое количество. Я все понимаю, но не могу понять, почему власть в республике так небрежно и неуважительно относится к республике и к ее жителям. Спасибо большое, Гринрад Заребекович, за то, что уделили время в своем плотном графике перед самыми выборами. Все ваши расчеты верны, и Справедливая Россия в этом году покажет небывалый результат в республике Башкортостан. Будем смотреть в будущее с оптимизмом, надеяться на лучшее и забывать о худшем. Спасибо, спасибо за то, что вы уделили и мне внимание, взяли это интервью, и вместе с тем хочу обратиться к жителям республики. Все-таки спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Нам всем нужно объединиться в решении накопившихся социально-экономических проблем. Если мы будем ждать, что придет какой-то другой чиновник или поменяют одного на другого, и у нас все заколосится в республике, ну, можно такого счастья ждать очень долго. Нам нужно самим активно принимать участие и в выборах, и в общественно-политической жизни республики, и добиваться результатов общими усилиями. Пока мы вместе, мы непобедимы. Предвосхищая вопросы и претензии, я говорю о том, что мы бесплатно и абсолютно равноправно предоставляем возможность участия и публикации на нашем канале для всех кандидатов в депутаты всех уровней, так что достаточно с нами связаться и получить доступ к нашему каналу. Я это говорю к тому, чтобы не было вопросов, почему мы предоставляем кому-то возможность у нас здесь выступить, и кому-то не предоставляем. Еще раз оговорюсь, эту возможность мы предоставляем абсолютно всем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова